Большой привет! Сегодня у нас вот такие работы в саду. И вот тут демонстрируем, как мы работаем с кусторезом. Вдруг кому-то такая штука жизненно необходима. Очень удобная штука. Аня у нас сегодня в роли оператора. Не вижу этот глазомер. Уродуем мы барбарис. Главное, чтобы от барбариса не остались рожки-доножки, девчонки. Так, ну что, ну куда надо шагать, да? Я мелко выросла, мелко выросла. В общем, штучка очень хорошая, девочки. Если вы думаете покупать такую штуку или нет, я ее не рекламирую, я просто говорю, что вещь в хозяйстве незаменимая, особенно когда у вас много кустов разных в саду, и которым требуется какая-то обрезка. Санитарная, либо просто по росту, формирующая та же, это штука необходимая. Сейчас полезно убирать высоту. Вот и так у нас сегодня начался субботний наш выходной. Поставь ее пока на пользу. Так, мы пошли гулять. Наша подстрижка на сегодня завершилась. У нас маленькая Ева и большая Мотя. Петухи орут. Эта, Мотя нас сопровождает. Куда идем? К лесу? К лесу. Может, с Мотей начнет общаться. К лесу так, к лесу. К Моти. Обнюхивает нашу конструкцию, не поймет, что за дела. Смешные две. Одна маленькая, другая большая. Две девчонки. Итак, друзья, мы идем по лесу практически. Ну, с двух сторон у нас и лес, и поля. Просто отдыхаем. Наслаждаемся тишиной. Аня тут. Передай привет, Аня. Привет. Две собаки у нас с нами, конечно. Маленькая и большая. Кругом, как говорится, вообще ни души, ни машинки никакой. Вот туда мы идем. Вон там две собаки. Маленькая и большая. Аня. Одинаковая. Да. Почти. Одинаковая. Одна маленькая, а вторая обожравшаяся, как маленькая. Да. Мы пообедали и решили пойти прогуляться, растрястись. Чтоб можно было заново продолжать работать. Если будет не лень нам сегодня. Чем могу умать заниматься? Я бы хотела стук, конечно, доделать, который уже месяца не могу доделать. Ну да. Третий порыв. Сейчас мать опять прыгнет. У нас тут мать прыгает, как заяц. В траву. Нет. Не решилась. В общем, мы гуляем. Пока погода хорошая. Ну, относительно. Хотя бы дождя нет. Какой-то очень хороший. Золотая-золотая осень. Немножко солнца бы хотелось. Да. Мы сегодня и ни петельки не провязали. Ты вязала сегодня? Нет. Я даже не доставала. Как-то время сколько? Часа два. Мы проснулись восемь. Ну, это кто-то восемь. А кто-то гораздо позже. Ну, все равно день пролетел. Так что... Отдыхаем. Ну, мы сегодня хорошее дело сделали. Дровнили два куста. Два барбариса мы осилили, да? Угу. Сделали красивыми. Хорошими красивыми кустами. Вот. Ну, и сейчас у нас передышечка. А потом вернемся, когда... Придумаем, чем займемся. Пока гуляем. Идем в лес. По этой дороге, по-моему, Владимир Александрович бегает и прибегает в другую деревню. Мы туда еще далеко так не ходили. Один раз только ходили. За грибами. И все. Так что, друзья мои, отдыхаем мы. Дышим свежим воздухом. Чего и вам желаем. В общем-то... Итак, друзья, всем доброе утро. Сегодня воскресенье, но уже 11 часов. Первым, что хочу показать, вот такой марафет. Мы навели вчера сани здесь. Обстриженные барбарисы. Были кустистые, кустистые стали. Левый покороче мы сделали, правый повыше. Ну, это такое растение, которое очень быстро разрастается. Аня вчера в операторах не стала продолжать снимать. Ну, что-то пошло не так. Поэтому не показала я вам до конца свою обрезку. Вот, в общем, тут мы навели марафет. Так что все у нас теперь тут хорошо. Идем в курятник. Идем в курятник. Вот он, курятник. А, вот он, товарищ. Сегодня солнышко. У нас солнечная хорошая погода. Пришел. Я ему мясо давала сегодня. Ну, и все, мясо он заглотил не быстро. Ну, мясо он заглотил. Нет, Серый, не хочу я тебя кормить. Все. Нафиг. Пойдем. Тут мы вчера пересадили еще одну тую. В общем, у нас вдоль дорожки теперь вот эта туя стояла между двумя большими. Мы ее даже не видели. Но мы ее пересадили тоже сюда. И так, друзья, я вернулась домой, да, ну, ненамного, недодолго, скажем так, пока солнышко. Надо пользоваться моментом. И пойду сейчас я копать. Мы с Аней вчера и сегодня, ну, вчера вечером и сегодня с утра вязали. Я вяжу жилеточку свою. Все. У меня резинка 16 сантиметров связана. И я начала уже вязать, ну, реглан погон. Пока мало что видно, что понятно. Вот. Ну, уже семь рядов реглана погона я связала. Вот у меня первый моточек, он заканчивается. Вяжу из Drops Air. Вот такой вот моток. Цвет 003 Drops Air. Да, многим известная. А кому-то просто известная по названию. Я тоже первый раз с ней работаю. С этой пряжей никогда не сталкивалась. Вот. А именно вот эту пряжу я покупала именно под этот процесс. В общем, очень классная нитка. Прям. Она, конечно, стоит своих денежек. И я решила, что надо вот еще будет покупать. Ну, вот он. Он вырисовывается. При возможности надо покупать и пополнять свои запасы. Потому что ниточка обалденная. даже вот просто для жилетки. Неважно, да. Какое-то изделие из этой пряжи. Оно будет просто великолепное. Очень мягкое. Очень тактильно приятное. И если есть возможность, то, конечно, девочки, приобретайте. Рекомендую. По крайней мере, пока на тактильность. Не знаю, пока я не стирала это изделие. Естественно, да. Она у меня только в процессе. Поэтому обалденная, конечно, пряжа. Мне очень она понравилась. Аня вяжет тоже такую же жилетку. Но она вяжет из пряжи Слонимская. Из двух мотков она вяжет. То есть у нее восемь ниточек получается. Но она совсем другая. Она как резинка. Поэтому вот под эту жилетку прям вот эта пряжа очень хорошая. Аня заказала сейчас тоже еще две упаковки. Она говорит, я еще одну жилетку свяжу. Но только из этой нитки. Дропс Эйр. Мне она прям очень нравится. Я с собой брала моток для носка. Носочек вязать. Но он у меня, видите, так и пока не пригодился. Ну и не пригодится сегодня. Потому что мы сегодня уезжаем домой. И в электричке, я когда ехала, я немножечко вязала свой носочек. Но так и не связала. Вот. Вот такие дела вязать. Мы вчера вечером только вязали. Днем мы целый день были заняты. Как вы уже поняли, мы занимались садом. Целый день провели на улице. Поэтому вязать было некогда. И сейчас вместо того, чтобы вязать, я утром уже наготовила кучу еды. Очень много всего. Вот. И сейчас, пока солнышко светит, пока прекрасная погода, нужно идти и заниматься делами. Вот. Куда я делал этот счетчик? Вот. Я даже не знаю, куда я его делал. Вроде здесь был. Да. Вот. Нашла. Поэтому я пойду сейчас дальше заниматься делами. Пойду что-то ковыряться, делать в саду. Пока солнышко, пока отличная такая осенняя погода, надо пользоваться моментом. А повязать мы всегда успеем. Вот. Пока мои все разошлись. Кто гуляет, кто болтает. Я тут допиваю свой кофе утренний. И пойду на работу, как говорится. Работать. Все. При возможности еще подключусь, что-нибудь покажу, если будет что показать. Ну, а так до новых встреч, как говорится. Итак, друзья, всем большой-большой привет. Сегодня суббота. Я хочу прикрыть дверь, чтобы мне не светило. И, в общем-то, я на даче. У нас будет с вами влог двух выходных. Потому что в прошлые выходные я снимала, но как-то получилось, что очень мало снимала. Просто мы занимались, времени совсем не было на то, чтобы взять камеру, включить. И, ну, в общем, были мы заняты, если честно. Поэтому я даже не стала выгружать ничего. И, думаю, засниму уже вторые выходные. И тогда потом уже выгружу, да? Ну, извините, что я так долго, наверное, тяну. Вот. Если вы у меня в группе ВКонтакте, то вы знаете, что я на больничный ушла. Потому что в среду, в среду, началось со среды. В среду мне на работе стало не очень хорошо. Не очень хорошо в том плане, что, знаете, как будто нет сил. Вот когда говорят, что прям совсем нет сил. Вот у меня было, девочки, точно такое же состояние. Я пришла домой, я померила давление. На давление у меня было нормальное. Вот. Ну, думаю, ну, может быть, просто устала. А, я подумала, что это смена погоды. В общем, потому что такое состояние было. Тело ломило. То есть, ну, вот нет сил. Прям опускаются руки и нет сил. Как будто вот все последние соки из тебя вытащили. Вот было такое же состояние. В четверг я пошла на работу. До обеда все было нормально. Все как всегда. Только вот обед прошел, пообедали. И вот опять вернулось такое же состояние. Но как-то было еще, ну, похуже. Прям вот чувствуется ломит, знаете, поясницу ломит. Ну, как-то прям вот крутит тебя, мутит. Я сразу вспомнила и даже мужу сказала. Я говорю, такое состояние у меня было, когда я сделала прививку. Потому что, когда я сделала прививку, я перебаливала два дня. На третий день я восстанавливалась. Мне было очень тяжело. Ну, в плане того, что такое ощущение, как будто по тебе трактор проехал. Ну, с температурой я со всеми вытекающими. Ну, все это быстро прошло, как обычно сильный гриб был. Вот. И вот в четверг то же самое. Я домой приехала. В общем, вечером у меня 37,5. Сил нет. Горло вроде ничего не болит, насморк. Ну, заложенность носа, она есть. Но она у меня постоянно, мне кажется. Поэтому я подумала, думаю, ну, как бы на работу точно не вариант идти в пятницу. Все. И в пятницу я пошла к врачу, к терапевту. Открыла больничный. Вот. Она у меня спросила, противовирусные какие принимаешь. Ну, я сказала, как раз я в четверг на работе прям приняла сразу, как только думала, что-то здесь не так. И приняла. У меня с собой было. Она говорит, вот его продолжай пить. Потом обильное питье, горло полоскай, горло у меня не болит. Горло полоскай, обильное питье, там лимон, там вот все вот это. И в понедельник придешь на тест, на ПЦР тест сдать. Ну, в общем-то и все. И мы вчера в пятницу с мужем уехали. Вчера, если у меня еще была какая-то, знаете, слабость, вот я приехала, слабость такая была, кушать не хотелось. Но здесь свежий воздух, здесь совсем по-другому. В общем, я на больничном теперь и я на даче. Вот сегодня утром я проснулась, мне нормально, только есть не хочется совсем. Я все чувствую, все запахи, все как обычно. Кушать совсем не хочется. Так что я просто готовлю, девчонки, время полдвенадцатого. Я хочу быстренько приготовить и пойти в сад, потому что пока хорошая погода, надо позаниматься. Я вчера с помощью мужа мы посадили одну грядку, посадили лук. Я первый ставлю в жизни эксперимент. Я купила специальный сорт осенний, который осенью сажают. Вот, у нас ночью уже было минус три. Сейчас солнышко прогревается, плюс десять сейчас градусник показывает. Я не знаю, какой будет это эксперимент. Я читала в интернете, что сажают лук. Я этот лук сажаю на луковицу, на репку. То есть, когда он весной, если выйдет, если эксперимент будет удачным, то, соответственно, я его буду выращивать и собирать репку. Все-таки мы же в деревне, да? Я не в своем тесте. Мы в деревне, земли много. Ну, это кажется, что много, потому что заняты постройки, там какие-то зоны отдыха. А вот так вот, чтобы разбить грядки, мне кажется, не так уж и много. Но все равно, чтобы все это подготовить, это очень много времени нужно и сил. Вот, и сейчас я готовлю экстренно, да? Ну, как я вчера все сварила на винегрет, сейчас все это режу. И у меня там стоит на газу водичка. Сейчас макарошки сварю и мультиварку загружу потом с мяском, и все. И вот будет обед. Я хочу пойти еще на улицу, вам показать. У нас сегодня такой будет... Не знаю, я очень переживаю. У меня муж сам хочет полезть на дерево и начать его спиливать. Он купил все эти прохолочные тросы. В общем, покажу. Опиловку мы делаем. Ну, будем считать, что это санитарная обрезка этого дерева. Потому что, если дерево упадет, то оно снесет нам пол дома. Поэтому мы делаем опиловку. Не под корень вырубаем, оно будет расти. Но мы будем просто его формировать. Будет определенную высоту набирать. Там 3-4 метра. И все, этого достаточно. Вот. Поэтому вот такие вот дела, девчонки. То, что касается заказов и то, что касается посылок. Пойду сейчас закину макароны и вам расскажу. Все расскажу. А, и то, что касается нашего заказа, который мы ждем. Сейчас мы ждем еще два заказа, два поступления. Которые едут из Краснодара и из Урала. То есть, ПЭК, вот Урал, Екатеринбург, он никак не приедет. У меня сын забрал вчера вечером Краснодар. Пришел груз. А вот Урал никак. Я завтра еду домой. Потому что мне в понедельник в 8 утра пойти сдать мазок. И завтра я буду дома. Я завтра отсниму Краснодар. Вот. И если есть кого-то отправить, я соберу. Поэтому ПЭК пока, к сожалению, нет. Но ПЭК, как я и говорила, ПЭК хромает у нас в плане быстроты доставок. Что-то с ними случилось, я не знаю. Поставлю на паузу и сейчас вернусь. Вот. Пойду сейчас закину макарошки. В общем, я вчера по максимуму девчонки отправила посылки. Вот. Я все собрала. Но я утром сидела, отпечатала этикетки до тех пор, пока не завис сайт Почты России. И вот после того, как он завис, я уже не смогла ничего отправить. Потому что я сходила к врачу и мы уехали. Достаточно много посылок отправили. Мы вчера отправляли, позавчера отправляли. И всех, по-моему, кто записался, я двоих, по-моему, не отправила. Но отправлю. К сожалению, сайт завис. И когда он зависает, ты там ничего не можешь сделать. Вот часа два я ждала и все, я ушла к врачу. Поэтому вот эти вот маленькие еще посылочки, две, по-моему, точно не ушли, девчонки. Так, сейчас вернусь. Так, я вернулась. Закинула макарошки, девочки. Поэтому вот, что хотела я сказать, я сказала по посылкам. Грузы два мы ждем. И следующий у нас стоп по пряже я планирую, наверное, на ноябрь. По носочке я не знаю. Ярн 21, возможно, я выкуплю еще. Но посмотрим. Пока вот эта неделя, которая я буду на больничном, я, конечно, буду на даче находиться. Я в понедельник сдам тест и уеду обратно сюда. В среду я вернусь обратно, потому что в среду мне к врачу. Ну, а там уже что скажет врач, да, какой будет результат. Если результат будет отрицательный, я пойду, значит, в понедельник на работу. Ну, я думаю, неделю я просто досижу, то у следующего. А если положительный, то, значит, я пока буду на больничном. Но по состоянию ничего больше не менялось, ничего не изменилось. В общем-то, все нормально. Да, я хочу сказать, что все нормально. Спасибо всем девочкам, которые мне желали, желают скорейшего выздоровления. Просто сейчас такое вообще время. Все девчонки, ну, многие люди, не то, что девчонки, многие люди болеют. Болеют в разных формах, болеют очень тяжело. Вот. Вчера заваривала имбирный напиток. Девочки, сегодня буду тоже его заваривать. Имбирь туда. У меня лимон, я забыла его, да, дома. Апельсин был, имбирь, клюква. Потом, когда остыло это с надобья, добавила уже мед. И вот пили. Два литра я вчера воды такой выпила. Сегодня уже лимон мы купили, ездили в магазин. Заварю попозже. Сейчас тороплюсь, хочу пойти помочь, посмотреть, как там дела идут у мужа. Ему уже не терпится. Вот задумает, если, то надо вот все бросить и быстрей идти делать. Не знаю, как он там. Я вам покажу, что я сейчас смеклу дорезаю. Мне остается порезать огурчики, лук и горошек, и все. В общем-то, я пока поставлю вас на паузу. Девчонки, я не стала, в общем, дожидаться. Думаю, пойду посмотрю сначала, а потом продолжу резать винегрет и выключу эти макароны. Одела шапку, одела куртку. На улице солнышко. Ну и пошла, посмотрю. На улице сегодня, видите, какое солнышко? Прям солнышко, солнышко. Прям такие денечки классные сейчас. Поэтому вот сейчас заготовкой я закруглюсь и буду заниматься уже делами. Вот вчера одну грядку вот эту мы посадили с луком. И вот нужно мне вторую засадить. А потом пойду мне еще луковицу тюльпанов посадить надо много. Вот одну я засеяла луком. Но ту вторую еще надо копать. Если сегодня вскопаю, может быть, завтра я буду с утра сажать чеснок. Ну, в зависимости от того, что я накопаю. Поэтому сейчас с готовкой надо закруглиться и уже идти заниматься делами. в саду, пока есть погода. Вот у нас опять напиленное, тут накиданное, что сжигать. Кучу мы вырубаем. Здесь уже все свободненько. Ну вот он. Здравствуйте. Не-не-не, ты уже много съел сегодня. Здравствуйте. Без него вообще никак. Сейчас пойдем посмотрим, чем занимается мой муж. Вот он. Вот он. Безет. Вот такое большое дерево. Оно наклиненное на дом. Ну, если оно рухнет, то тут еще провода. У тебя подготовительная работа? А? У тебя подготовительная работа? В общем, пока у него идут подготовительные работы, я возвращаюсь в дом. Доделываю винегрет, выключаю плиту и бегу к нему помогать на помощь. Чипы Дейл спешат на помощь. Так как я прибалела, Аня не поехала с нами, собиралась, но пока не поехала. Так что я бегу заниматься делами. Ну, пойду доделаю и потом уже побегу к мужу. Друзья, доброе утро всем. Сегодня, в общем-то, уже воскресенье. Мы вышли в сад. Пока солнышко. И пока я не уехала домой. Погодка сегодня ничего такая тоже хорошая. Сейчас пойду обрезать кусты. В общем, вчера у нас с деревом ничего не получилось. Ну, высокая она очень. Муж не смог залезть. Ну, побоялся. Поэтому будем вызывать специально обученных людей, чтобы нам делали эту опиловку. Так что вот так вот. Вчера я хорошо вязала. Вечером я уже где-то часов пять закончила работу по саду. И до двенадцати я вязала. Закончила носок. Продвинула все свои процессы. Начала новый процесс. Так, ну что ты за мной ходишь? Поэтому вчера хороший день. Вязание лечит. Когда ты чем-то занят, вязание лечит. Чувствую я себя нормально. Сегодня я домой поеду. Завтра на анализ пойду. Сдам анализ и обратно приеду сюда. На свежем воздухе оно лучше. Идет печечка у нас с утра топится. Были заморозки минус три. Вот. Ну, мы не мерзнем. У нас тепло. Так, что я еще? Буду сейчас заниматься обрезкой гортензий. Посажу еще одну грядку. Лук, чеснок. В общем, посмотрим. Я сейчас переверну камеру. Покажу вам обрезочку, какую я буду делать. Вот в планах у меня обрезать вот эту гортензию. Это древовидная гортензия. Ее надо обрезать. В общем, тяжелый большой куст. Я его сейчас, как говорится, распотрошу. Потому что он весь на завязках. И буду обрезать, смотреть по стволам. Я думаю, тут никогда не обрезалась она. Он уже достаточно взрослый. Может быть, я его перекопаю. Ну, откопаю отросток. И посажу вот на эту сторону. Чтобы симметрично было. Тут туя, гортензию к забору. Тут гортензия и туя. Я вчера посадила много луковиц тюльпанов. Я не знаю, сколько, но много у меня было. Тюльпаны все такие сортовые. Мне покупали. Я их в основном посадила сюда в розарий. Чтобы весной, когда они выйдут, надо лилейник еще обрезать. Весной, когда они выйдут, пока роза будет набирать силу, луковицы тюльпанов, они будут свистеть. Потом, что еще? Обрежу вот эту крупнолистовую, или как она называется, гортензия. Да, по-моему, крупнолистовая как-то так. И сюда я досадила еще луковицы тюльпанов. То же самое у меня здесь лилии посажены. Одна вылезла лилия. Ну, замерзнет, конечно, вряд ли будет свистеть. Поэтому, пока солнышко светит, буду заниматься. Я уже почти все приготовила. Вот у меня товарищ, у меня там картошечка варится. Здравствуйте, товарищ. Вот он, видите, пришел, позавтракал и теперь ходит опять за нами. Мало ему еды. Ну, он все просится в дом, в общем-то. Так, ну что ты меня цапаешь? Вот иду, а он меня цапает. Засранец. Так что вот так. Все, пойду отнесу телефон и уже выйду с перчаточками. Буду заниматься, девочки, делами. Я тебе дам. Ты чего меня вьешь? Он мне лапы вьет. Ты посмотрите, какой. Вот он ходит и ходит за тобой. Ходит и ходит. Все, отстань от меня. Вот представляете, вот такой вот противный кот. Он играть хочет, играть он хочет, да? Ты хочешь играть? Вот так вот и живем. Все, пошла, девочки.